И всем привет, ребят! С вами Стрываньки, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре то вооружение, которое когда-то я уже записывал, но с того момента времени уже прошло очень много обновлений разного рода. И сегодня мне пришла в голову идея посмотреть на это вооружение, при том, что я на нем уже и сам не играл довольно длительный период времени, мета поменялась, Крусейдер как-то ушел из нашего матчмейкинга как метовый корпус, ну и Вулкан вместе с ним. Сегодня у нас комбинация именно такая, это Крусейдера пулемет с Крусейдером с устройством на корпус иммунитет от поджога, то есть, соответственно, мы можем на постоянной основе наносить большое количество дамеджа. По дрону, конечно же, бустер, здесь я ничего придумывать не хотел. По режимам сыграем, я думаю, что TDM и контроль точек, два дефолтных стандартных режима для этого вооружения, ну и полноценно рассмотрим, будет ли оно вообще разваливать как в старые добрые времена, либо же сейчас оно уже в матчмейкинге не актуально. Я надеюсь на то, что результат будет сейчас очень даже неплохой и, возможно, многие ребята вспомнят после этого видоса это вооружение и начнут тоже на нем периодически играть. Я с этими замечательными Теслами, Страйкерами уже вообще забыл про Крусейдер, про то, что он вообще существует, у нас пикает в бой за 2.30 минут до конца, я не думаю, что это вообще стоит катать, там вообще ничего не покажем. Давайте сразу сменим режим, чтобы нас обратно на ту же самую карту не закинуло, может быть не самое подходящее время для записи видеоролика, не такое большое количество боев, но я надеюсь, что сейчас нас куда-нибудь обязательно подпикнет и мы вместе с вами сможем все это дело, конечно же, затестировать. В чем плюс Крусейдера? Как и раньше, у него довольно быстро копится овердрайв и за счет этого овердрайва можно наносить большое количество дэмэджа, плюс наносить дополнительно эффект пробития. В свое время овердрайв копился около 50 секунд, был самый быстрый овердрайв, который копится на любом из корпусов. Потом же Крусейдер после пары-тройку видеороликов моих, ну и после того, как в матчмейкинге начал этот корпус намного чаще появляться, его занерфили и вместо уже полноценных 50 секунд овердрайв стал около 70, соответственно, ребята перестали на нем играть так жестко, но сейчас корпус никто не трогает, но на нем уже особо никто не играет. Также с этой сосульки залетает очень хороший, полноценный, качественный урончик. Ну и пробуем, смотрим, что у нас получится здесь. Я надеюсь, что результат будет хорошенький. С уроном пока что на пулемете, ну так точно, все, все хорошечно. Ну и пулемет особо-то никто и не нерфил, поэтому здесь вопросов особо к нему и не должно быть. Хоть нас и закидывает на большую карту, но я думаю, что на ней даже, если я сейчас вот поживу здесь на респе вражеском, может быть получится хорошо накидать. Уже 7 киллов есть для этой карты, я считаю, что это хороший результат, шафт, правда, меня на прицеле держит. Мне как-то бы сыграть так, чтобы я его... О, нифига, я его от тины чпокнул по красоте! Вот это было сильно сейчас, очень хорошо сыграно. Давайте мы сейчас... О, хорошечно залетела еще одна плюшечка. Ну это такая более лайтовая, наверное, метовая темочка. Здесь особо никакого пота нету при игре на таком Крусейдере. Ну вот так вот на легкачах можно уже 11 киллов за 2 минуты дать. Ничего себе! На такой карте. Шикарно, шикарно, хороший результат. Я уже рад, рад тому, что, в принципе, с Крусейдером ничего особо-то и не поменялось. Так, единственное овердрайв, 50%. Сейчас посмотрим, насколько быстро он здесь накопится. Чуть-чуть подольше, конечно, чувствуется, что овердрайв копится. Заданок у нас уже нету с овердрайвами. Если бы были, может быть я бы тоже там на Крусейдере поиграл бы на чаще. Ничего себе, как шафт дамажит жестко, плотно наносит урончик. Так, там два шафта с тяжелыми кондерами. Ну ладно, мы сейчас сыграем где-нибудь чуть поближе, поаккуратней. Где-нибудь, может быть, на ту же позицию подъеду, спрячусь и буду стараться наносить как можно больше дэмэджа. Так, шафта вот этого бы сейчас унести, было бы вообще шикарно. Давайте вот так вот сыграем. Оп, пробитие хотел нанести, но у него, я так понимаю, монететика от пробития есть. Сейчас на титанах уже это тоже своего рода стандартное устройство на корпус иметь. Так, ну что-то как-то очень много титанов, еще и резисты тут от вулкана, меня начинают уничтожать. Не все так идеально начинает двигаться у нас, я вам так скажу. Три с половиной минуты. Вот после моих 11 киллов так и ничего не поменялось, по сути. Хоть я и как бы урончик хороший наношу, но начали меня здесь с уражеского респа уничтожать. Так, раздаст. Порош, красавчик, можно было бы скрита добавить урона. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 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 Ай, все, ну попал. Ну короче, бесшансовая против шафта. Шафт меня ваншотает. 25-ка моя никак меня не держит. Я так понимаю, что меня бы и 50% нарез бы не спас. Ладно, тогда меняем тактику. У нас есть 3 минуты, играем сейчас через лево. Далеко через лево, шафты стоят справа. Через лево разыграем, если разыграем, будет супер. Плюс у меня есть овердрайв, который можно также хорошечно запульнуть. Интересно. О, я понял. Я понял. Я понял, я респриз, просто респриз, ребяточки. Я вот респуюсь, еду, и все. И все на этом заканчивается. Мины какие-то там наставили. Как там? Начало было шикарное. Но от этого начала, в принципе, дальше ничего и не продвинулось. Так. О, я понял. Республика, да, прожимает? Угу. А что, с уличкой ему прожать так, чтобы он себя... А, вот он прожал. Чтобы он себя похуже чувствовал. 12 на 6. Да, ничего не меняется. Лево разыграть я не могу. Противник уже начинает догонять. И все складывается печальненько, печальненько, печальненько. Ладно, давайте пробовать. Вроде как сейчас есть момент на проезд. Е-е-е, тише, 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 рикошетик. Ой-ой-ой, еще один овердрайв от Викинга. Боже, они все оверы на меня жмут. Я же даже краску специально оделал такую, чтобы все думали, что я нубик какой-то. Да. Так не получается особо. Нечего здесь делать, так, крица есть. Плюс также вулкана в том, что вы можете нанести хоть даже 50 урона, но свою пятерочку дополнительную вы с молодого человека заработаете. Да, вот так вот, видите, там даже рандомно что-то попало. 1600-очка, если его кто-то сольет, мне плюс 5 очков насыпет. Это очень такой хороший плюсовый бонус. Бонус там, вот видите, 40 урона тоже залетело. Какие-то рандомные просто выстрелы от стеночек, там еще чего-то отскакивают, и уже полноценно у вас плюс очечи есть. Так, давайте поражмем. Хорошо, четверочка красивая залетела. Так, мне бы сейчас пожить, 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 пожить. Что там, шафт целится или кто там был, я не увидел. Кто-то целился явно. Хотел меня слить. Так, хорошо, сместили зоночку. Теперь бы здесь вот этого. А, это титан, ё-моё. Боже, сколько титанов играет в эту игру. Одни титаны. Блин, она меня здесь пушит. Здесь меня просто пушит. 17 килов. 17 килов для такой карты, ну, я как бы занимаю первое место, да, в бою. Ну, я за 2 минуты дал 11. То есть, как бы 17 за последующие 5, да, то есть, в сумме я дал там плюс 6 за 5 минут. Но это вообще очень и очень мало. Возможно, неудачная карта. Сейчас попробуем сыграть что-нибудь. Что-нибудь поменьше. Может быть, результат будет очень даже бодренький. Пикаем контроль точки. Я считаю, что это лучший режим для этой комбинации. Ну, и будем смотреть. Будем смотреть, что она будет показывать. Надеюсь на то, что сейчас запикает как минимум в новый бой. А не в какую-то начатую ерунду. Ну, и тогда уже рассмотрим полноценно Крусейдера Пулеметик. Друзья, напишите вообще, вы играете на Крусейдере или не играете. Раньше довольно большое количество игроков играло. Сейчас может кто-то использовать. Если используете, то вот напишите, например, на какой пушке вам больше всего заходит играть на этом корпусе. Так, ну, все равно она запикивает в начатый бой. Три с половиной минуты до конца. Это значит, что мы... Давайте попробуем, конечно, выиграть эту катку. И если тут уж не получится, то мы сыграем еще один полноценный боечек в контроле точек. Только я уже надеюсь, что он будет новенький. Так. Также один из шикарнейших плюсов этого вооружения, это то, что вы можете полноценно сбивать. Сбивать аптечку своему оппоненту. За счет того, что, ну, как бы у вас постоянный дамаг. И аптечка максимум захилит вашему противнику тысячу здоровья. Это очень и очень хороший буст для этой комбинации. Так, ну, а мы бой пока что проигрываем. При том, что бесшансовый, если честно. Также Крусейдер вышел немножко из меты, по моему мнению. За счет вот этих вот титанов, да. Раньше можно было всегда титана пробить. И уничтожить быстро. Сейчас же, за счет того, что большое количество игроков используют у нас иммунитеты от пробития, от этой сосульки толку особо нет никакого. Ну и плюс ко всему прочему, сосулька начала, ну, как-то неправильно работать, да. То есть там появился какой-то баг, то, что если там и стреляешь, и сосулька летит через или рядом с танком, который только-только помер, то сосулька улетает просто вперед, не нанося урон по противнику, который может стоять, например, за этим трупом. Этот баг якобы фиксили, но на самом деле он до сих пор встречается в матчмейкинге. И я не знаю, честно говоря, что там не так с этой сосулькой, и почему это нельзя все дело пофиксить. Так, попробуем все сдать. Может быть попаду? Нет. Раскачку хоть я вроде как и дал, но все равно. Все равно у меня не залетело. Так, 8 киллов есть. Пока что вроде более-менее. Стараемся на накидочке стоять плотной. Здесь на добавке. Хорошо, добавляем. Добавляем еще. Все, контроль точки моей есть. Вот если бы моя команда сейчас бы еще бы что-нибудь подконтролила бы. Было бы вообще, наверное, шикарно. Так, Вика Твинса я точно должен скушать. Ой-ой-ой, 4 типа меня пушат. 4 типа пушат. И я, конечно, ничего не смог сделать. Так, 11 киллов. 11 киллов. Две точки по нашим контролям. 40 секунд до конца времени. Я так понимаю, что у нас уже полноценно не хватит на камбэк. Ну, хотя бы что-то, что-то, что-то еще покидать бы. Что-то, 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 что-то не туда сосуля моя. Не развернул ее корпус. И, конечно, ничего хорошего в этом плане нету. Кстати, интересно было бы тоже посмотреть, как сейчас бы с Аресом бы все это дело себе показало. С Аресом бы залетела бы контентовая темочка или не залетела бы. Если бы залетела, то насколько жестко бы залетела. Насколько лучше, чем с Крусейдером. Крусейдер мне пока что, ну, вообще как-то не нравится, да. То есть, корпус как бы более-менее быстрый. 14 киллов там за полбоя я кинул. Но как-то не то. По ощущениям, как-то не то. Да, то есть, вот эта сосулька уже, ну, как-то особо пользы никакой не дает. То есть, ты как бы стараешься что-то накинуть хорошее, да. Ну, может карты какие-то неудачные, не знаю. Ладно, вот у нас последний ластовик. Ластовик, хороший ластовик. Наконец-таки. Это хоть карта и 6 на 6, но она новая. И попробуем посмотреть, что здесь у нас получится. Если в такой катке получится дать трицарик, то я могу сказать, что, значит, Крусейдер Вулкан до сих пор находится в неплохой мете. И с ним можно полноценно играть в матчмейкинге. Если же тридцаточку мы вместе с вами здесь не поднимем, то, ну, значит, значит, уже актуальности у этого вооружения особо нет в матчмейкинге. Надо, значит, как не играл я на нем, так и не играть дальше. Ну, пора тестировать. Я считаю, что уже прошло большое количество времени. Не надо, надо. Так, давай сейчас попробуем нацепить хорошую сосудечку. Оп. Есть. И сейчас вот еще хорючка бы сразу добить. Шикарно. Добавка есть. Теслы, конечно, тоже немножко поменяли вот эту вот... Всю идею использования таких вооружений. Плюс появились другие пушки. Молот был в мете тоже хороший. Поэтому иногда вот такие вооружения забываются. Ну, и еще они забываются за счет того, что они чересчур... Чересчур быстро надоедают. Да, то есть они однообразны. Здесь нету ничего такого сверхинтересного, как, например, есть с тем же Страйкером. Да? За что я и люблю Страйкер. Потому что там каждый бой, он как-то, ну, по-разному смотрится. А здесь все очень и очень однообразный. Даже при том, что ты формишь в каких-то моментах неплохо. Все равно тебе это очень быстро надоедает. Хорошую сосудечку сейчас мы оформляем. Вот это хорошая была. Это была прям очень хорошая. Так, ну и Тесла меня почти схавала. Вот вам и Тесла. Так, 10 килов у меня есть. 10 килов за 2 минуты. В принципе, неплохой результат. Но нужно не забывать, что это у нас только начало боя. И, возможно, сейчас все на этой десятке и закончится. Но Тесла меня, конечно, просто принимает, разваливает, как хочет. Как хочет. Так, 4, 25. 4, 25 до конца. Пробуем. Пробуем. Есть Левердайв у Вика Тесла. Попробуем. Попробуем не убежать. Прожимает овер. Догоняет и уничтожает. Понял. Понял, 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 понял. Так, сейчас вот здесь вот через лево сыграть. Если здесь двух уничтожить, было бы неплохо. Так, вот это вот, хорошо, шикарно, 4 минуточки. Так, чуть не подбавили темп, я так понимаю. Или нет. А, нет, нормально все, нормально. Идем хорошо. Идем хорошо. Сосулькой килл даем. Но... Долговато копится. Долговато, долговато, долговато. По ощущениям долговато. И вот здесь я уже бы, как уже сказал, задумался бы лучше о использовании аресика. Нежели крусейдера с усулечкой. Да, то есть разница в скорости, но она там не так актуальна, я бы сказал. Она не так сильно нужна, эта разница в скорости. Можно и с аресом играть, у вас еще и хп будет больше. Не понимаю, почему у меня тиммейты выходят. Мы вели катку, при том, что очень хорошо у нас все получалось здесь. Но они почему-то выходят. Не хотят играть. Не хотят выигрывать бой. Вышли, мы теперь уже четвером, конечно, но не справляемся. Хотя полноценно каточка была наша. Под контролем, все четенько, красивенько. Уничтожали. Можно было, грубо говоря, уже заканчивать, забирать. Пандулю красиво. Видите, как арес играет грамотно. И его под этим шариком не уничтожить. Когда только шар пропадет, тогда уже можно на дэмэдж выезжать. Так, давайте хорючку попробуем забрать. Есть контакт. Хорошо. Здесь добавки. Добавки дадим, 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 дадим. Хорошо. Еще Центрик забрать. Центрик, 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 Центрик. Хорошо. Так, у нас 2 минуты еще есть. 2 минуты. 22 килла, 22 килла, 2 минуты. По сути, все шансы на 30-ку есть. Все шансы на 30-ку есть. И против даже вот Тесла. Там не такое большое количество киллов, как у меня. Хорошую еще тысячечку выдаем. По Теслочке. Так, уничтожаем одного. Здесь, кстати, с верх-низом тоже все в полном порядке. Верх-низ очень хороший. У пулемета с Крусейдером и также с Аресом. В таких позициях можно качественно на постоянной основе наносить урончик. Так, Ареса, я думаю, что мы сейчас вместе с вами уничтожим. Добавку здесь также дадим. Еще можно раскрутиться было бы на Тесла. Но Тесла уходит в ВОК. А там я в упоре уже против нее ничего не сделал. Бекогром прожимает овердых. 26 киллов, минута 15. На 30-ку я иду. На 30-ку я иду. И это меня радует. Определенно радует. То, что всю ту же красивую 30-ку это вооружение может выдать. Это очень хороший момент. Который подтверждает нам тот факт, что это вооружение по сути является все тем же актуальным. А главное, простым. Очень простым. Для набивания киллов. Здесь, ну, не надо ничего придумывать. Все, что тебе нужно, это взять вот такую вот комбинацию и красивенько, красивенько зажать в пробельчик и искать только цели. 31 килл. Хороший результат. Шикарный. Давайте, может, даже до 35 успеем дотянуться. Еще 25 секунд есть. Значит, я еще чуть-чуть киллов могу дать. Так. Один убегает. Один минус падает. Попадает минус. Это значит, что мы его быстренько, конечно же, здесь уничтожаем. Ресика. Ой, о Ресика, говорю. Хопера, к сожалению, не слили. Ну и все. На 32 очки я уже останавливаюсь. Жалко, конечно, мы бой проиграем, но я не знаю, что у нас с командой. Почему игроки постоянно левали с этого боя. 32 килла. Хороший результат. Поэтому я могу сказать, что на обычных боях, на обычных режимах все те ребята, которые, ну, не хотят, может, потеть. Либо у них просто есть эта комбинация. Они хотят на спокойствие, на чиле просто зайти, понагибать. Можете все так же, грамотно, качественно использовать данное замечательное вооружение. Ну, у меня на этом все. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Пишите в комментариях, возможно, есть у вас какие-то интересные вооружения, которые вы бы хотели, чтобы я потестил. Либо, например, освежил, вспомнил. Как, например, это вооружение. Потому что мне казалось, что оно уже как-то вышло, вышло из моды. Никто на нем не играл, вышло из меты. Но, по сути, можно все так же полноценно и качественно на нем играть. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok